Зачем православные освещают квартиры, машины и танки? Действительно, не у всех православных по освещенному танку это все-таки часто встречающееся служение, освещение, а правильнее сказать благословение, в том числе и оружие, которое призвано послужить защите Отечества, защите ближних, защите наших святынь от недоброжелательных соседей. Зачем существует чин освещения? Освещение направлено на те предметы, которые имеют сакральное значение, те, которые принимают участие в богослужении, которые Богу посвящены. Поэтому освещают храм, освещают иконы, а вот перечисленные вами обстоятельства и предметы нашего быта или какого-то внешнего земного служения, они не освещаются, но благословляются. Молитва священника, совершаемый молитвенный чин вместе с теми, кто является заказчиком этого, этой требы, этого чинопоследования. Верим мы, оказывает, привлекает помощь Божью для исполнения того дела, которое от нас ожидается, с нас спрашивается, на который мы настроены в нашей земной жизни. Это, надо разделить эти понятия, освещение того, что, будучи освещенным, является некоторым средостением божественных энергий, через которые или в которых действует сам Бог, освещая нас, приобщая нас к своей божественной благодати. Потому освещается то, что предназначено Богу и в богослужении каким-то образом принимает участие. А вот дома, жилища, транспорт привлекают Божье благословение по молитвам священника с теми, кто намерен пользоваться этими средствами. Как говорил Иоанн Златоуст, мы на все призываем Божье благословение и на самих себя, осеняя себя крестом и на все то, что нас окружает. В те времена еще не было общепринятым определенная из рук комбинация из пальцев, которая бы означала, как сейчас в благословении священника, и СХС, через именно перстное обозначение Христово действия через благословение священника. И так как миряне осеняют и родители детей, и каждый из христиан свою пищу, или даже путь, в который выходит, это внешнее проявление молитвенного обращения к Богу с призыванием Его помощи в исполнении нашего земного служения. Оно достаточно важное и для колесницы нашей, в которой сейчас по обстоятельствам жизни мы проводим иногда много времени. Мало того, она является еще стремительно передвигающимся объектом посреди подобных же ему, часто двигающихся навстречу и создающих риск и опасность для тех, кто сидит в этих колесницах. Поэтому как здесь быть без молитвы? Без молитвы никто, я думаю, из нас, из священников православных, не садится в машину, не заводит машину, не едет в машине, потому что это небезопасно. Следовательно, во многом обращение ума и сердца к Богу при исполнении дел, связанных с передвижениями, это обязательное условие нашего передвижения. Но начинается оно призыванием благословения Божьего в чинопоследовании. Чин благословения жилища, чин благословения корабля, ладьи, сейчас есть и чин благословения воздушные путешествия, публикуется в требниках для приходского использования. И все это, конечно же, неотъемлемая часть нашего молитвенного жительства. Для христианина, естественно, исполнять заповедь Господню и апостолам конкретно утвержденную, непрестанно молитесья. И эта непрестанная молитва распространяется на все обстоятельства жизни христианина и может быть названа в результате хождением пред Богом. И пред Богом, ходя, исполняется воинское служение, пред Богом, ходя, благоустраивается дом свой и созидаются ближние, пред Богом, ходя, добрый учитель, оказывается, плодотворен в своих воспитательных усилиях, направленных на молодое поколение. Все, что делается не в вере, то не безгрешно. Все то, что без молитвы, то имеет своими последствиями иногда результаты, противоположные ожидаемым. Благие намерения иногда в ад ведут. Благими намерениями дорога в ад выложена. Это что за намерения? Это намерения безмолитвенные, намерения, которым не привлечено Божье благословение. Потому, конечно же, мы и благословляли, и продолжаем, и всегда будем продолжать это благословение наших окружающих и технических средств, и мест обитания, и пищи, которую сами употребляем, и другим предлагаем ради того, чтобы и в делах наших прославлялся Господь, для того, чтобы и всякое служение наше было плодотворным, и имело бы не только пользу материальную, но и для души было бы созидательным. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.